SCP-778. Райские водопады. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. SCP-778 особенно опасен тем, что неподвижен и находится в национальном парке данной долины, в котором часто бывают гражданские лица. Знаки или документы, показывающие местоположение объекта на картах или упоминающие о существовании SCP-778, должны быть стерты, уничтожены или переписаны, по мере необходимости. Факт существования SCP-778 необходимо всеми силами скрывать от общественности. Предпочтительнее всего размещать в начале тропы предупреждающие знаки, помечающие дальнейший маршрут как закрытый или опасный. В парке всегда должны находиться два тайных агента, которые следят, чтобы о факте существования SCP-778 не стало известно гражданским. Эти меры могут быть эффективными при удерживании гражданских лиц от контакта с SCP-778. Описание SCP-778 – участок земли неопределенного размера, расположенный в национальном парке, удалено. SCP-778 в настоящее время обозначен на всех картах, знаках и в других документах как походный маршрут, ведущий в пункт назначения под названием «Райские водопады». Существуют ли «Райские водопады» на самом деле? В настоящее время неизвестно. И, возможно, никогда не станет известно. Автография, сделанная на расстоянии приблизительно полутора километров от точки входа в SCP-778. Через SCP-778 проходит обычная походная тропа с указателями, расставленными в начале тропы и вдоль всей ее длины. Размер через неравные промежутки. Ни один из них не обладает каким-либо аномальным свойством. Тем не менее, SCP-778 чрезвычайно непоследователен топографически, поэтому опасен для гражданских лиц. Вместо того, чтобы везти к райским водопадам, SCP-778 ведет в другие области парка или на петляющие, не связанные друг с другом тропинки вокруг этого участка. SCP-778 в основном расположен только в одной области парка, хотя его местонахождение изменяется от исследования к исследованию. Экологически и геологически область вокруг SCP-778 ничем не отличается от остальной территории парка. Река, протекающая через этот участок, может быть частью райских водопадов, хотя за течением реки трудно следовать, и оно может быть также топографически непоследовательным. Кроме того, люди, путешествующие пешком по SCP-778, сообщали о том, что слышали звук стремительного падения воды, похожий на звук водопада, хотя во всех случаях тропа резко поворачивает в сторону от предполагаемого местоположения водопада. SCP-778 также, похоже, регулярно обновляется, обычно каждые 10-25 лет. Когда это происходит, его название меняется, он перемещается в другую область парка, и все карты парка и указатели изменяются, чтобы отразить эту перемену. За известной историей изменений SCP-778, пожалуйста, обратитесь к документу 778-130. За информацией по экспериментам, проведенным с целью изучения природы SCP-778, пожалуйста, обратитесь к протоколу экспериментов 778. Фотографии, сделанные на расстоянии приблизительно 8,9 километра от точки входа в SCP-778, во время исследования номер 7, приложения 778-А. В секречном году была предпринята попытка уничтожить SCP-778 с использованием большого количества сотрудников класса D, машин и инструментов. Было уничтожено более 20 километров тропы. Был пущен слух, что это произошло в результате весенних паводков и штормового ветра. Семь месяцев спустя тропа вновь появилась в другом месте под названием райские водопады. Учитывая то, что на уничтожение тропы было затрачено много сил и попытка в конечном счете провалилась, повторное полное разрушение SCP-778 не рекомендуется. Документ 778-130. Список известных предыдущих воплощений SCP-778. С момента первого обнаружения в Секречном Сумеречный пруд, Секречном Лисье озеро, Секречном Кедровый утес, Секречном Западный горный хребет, Секречном по настоящее время райские водопады. Протокол экспериментов 778. Исследование номер один. Три агента с трансиверами и запасом продовольствия на один день, походом которым было приказано проследовать по SCP-778 до конца тропы. Результат. Звук водопада не слышен. Тропа закончилась через 7,6 километра в области парка, недостижимой в пределах этого расстояния. Не было замечено ничего необычного. Исследование номер два. Три агента с трансиверами с запасом продовольствия на один день, походом которым было приказано проследовать по SCP-778 до конца тропы. Результат. Звук водопада слышен. Тропа не заканчивалась. Через 12 километров агентам разрешили вернуться. Хотя тропа привела в то же самое место по пути назад агенты сообщали о том, что обратный маршрут отличался от того, по которому они шли ранее. И при этом приходилось идти в гору в обоих направлениях. Исследование номер три. Три агента с GPS-навигаторами, которым было приказано проследовать по SCP-778 до конца тропы. Результат. Устройство отметили непоследовательное движение через парк с увеличением или уменьшением скорости движения относительно нормальной. Агенты не сообщали ни о каких аномалиях и шли обычным шагом, после чего вышли на дорогу на расстоянии приблизительно в 20 километрах от входа. Звук водопада был отмечен. Исследование номер четыре. Трех агентов послали по дороге, где SCP-778 закончился после исследования номер три. Им было приказано следовать за нею назад. Результат. Полностью заросший растительностью участок. Никаких признаков тропы. Исследование номер пять. Три агента с трансиверами и запасом продовольствия на один день похода, который было приказано проследовать по SCP-778 до тех пор, пока они не услышат звук водопада, а затем сойти с тропы и идти в направлении источника шума. Результат. Шум водопада стал слышен через 4,2 километра. Дальнейшее путешествие было затруднительным из-за зарослей больших кустов и деревьев. Агенты упорно продвигались вперед, прорубая себе путь через растительность, с помощью больших ножей, пока не наткнулись на несколько больших следов, похожих на данную длину. После того, как вдалеке среди растений были замечены подозрительные силуэты, возможно, данную длину, агенты немедленно вернулись на тропу и без особых проблем дошли до точки отправления. Исследование номер 6. Три агента с запасом продовольствия на целую ночь, вооруженные полуавтоматическим оружием, которым было приказано проследовать по SCP-778 до тех пор, пока они не услышат звук водопада, а затем сойти с тропы и идти в направлении источника шума. Результат. Шум водопада стал слышен через 15,9 километра. Сильная облачность этой ночью сделала исследования и слуховое обнаружение затруднительными, и команда скоро потеряла и источник шума, и тропу. В последней радиопередаче говорилось, что агенты собираются разбить лагерь на неизвестной пропрешине в лесу, на краю своего рода полянки, после чего радиосвязь была прекращена на ночь. На связь, похоже, после этого никто не выходил. Связист на базе отметил, что слышал звук, похожий на отдаленный волчий вой, хотя волки в этих местах не водятся, и об этом никогда не упоминалось, или, возможно, не было замечено во время переговоров. Все попытки отыскать команду потерпели неудачу. Примечание. Если ситуация не изменится, то рекомендуется все исследования вне тропы SCP-778 проводить с участием расходников или одиночных агентов, дабы избежать чрезмерной потери сотрудников, если такие случаи будут повторяться. Исследование номер 7. Один агент с трансивером, с запасом продовольствия на один день похода, и камерой с радиопередатчиком, закрепленной на шлеме, которому было приказано проследовать по SCP-778 до тех пор, пока он не услышит звук водопада, а затем сойти с тропы и идти в направлении источника шума. Отмечено, что в тот день был густой туман, который делал обзор дальше 30 метров невозможным. Результат. Шум водопада не был слышен. Агент отметил, что тропа, похоже, вела на крутой скалистый альпийский луг, и ее было очень сложно разглядеть. После получения приказа двигаться дальше, агент начал подниматься в гору, как вдруг стал вести себя рассеянно и безразлично, отмечая только, что тропа идет все выше и выше и выше. Связь потеряна. Скорп meteор он оптимации. Связь.